Не важно сколько у тебя друзей, важно сколько из них помогут тебе в трудную минуту и сколько вспомнят о тебе, когда им хорошо. Всем привет, хорошего настроения, хорошего просмотра. Сегодня я вам расскажу о праздниках на 8 ноября. Поехали! Международный день КВН, день работников бакинского метрополитена, день статистика в Казахстане, день журналистов в Китае, день королевы в Непале, день признания Монтана в США, а также в этот день день памяти жертв политических репрессий в Кыргызстане и день памяти великомученика Дмитрия Сулунского, а в народном календаре Дмитриев день. Именины в этот день отмечают Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий и Марк. В этот день в истории есть знаменательные события. В 1895 году физик Вильгельм Рентген открыл Рентгеновские лучи. В 1793 году открылся для посетителей Лувр. В 1873 году Виннипек получил статус города. В 1858 году Тургенев закончил роман «Дворянское гнездо». В 1943 году в СССР учрежден военный орден победы и орден славы трех степеней. В 1961 году вышел первый выпуск программы КВН. И в 1978 году во всех газетах СССР опубликовано сообщение о выходе в свет книги воспоминания Леонида Ильича Брежнева «Целина». И родились в этот день. В 1847 году Брэм Стокер, ирландский писатель, автор романа «Дракула». В 1864 году Вера Комиссаржевская, русская актриса. В 1877 году Алексий I, патриарх московский и всея Руси. В 1900 году Маргарет Митчелл, американская писательница, автор романа «Унесенные ветром». В 1923 году Джек Килби, американский инженер, создатель первой интегральной микросхемы, нобелевский лауреат. В 1924 году Дмитрий Язов, советский военачальник, политик, маршал Советского Союза. В 1929 году Олег Борисов, советский актер театра и кино, народный артист СССР. В 1935 году Олен Делон, французский актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер. В 1946 году Гус Хидинг, нидерландский футболист и тренер, заслуженный тренер России. В 1960 году Олег Меньшиков, советский актер театра и кино, режиссер, народный артист России. Общественное мнение – это мнение тех, кого не спрашивают. На сегодня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. До следующей встречи. Пока!